Сегодня мы расскажем и покажем вам, как вывести яндову на скат кровли. Такой узел часто встречается при наличии слуховых окон. Для этого давайте переместимся в учебный центр компании Метротайл Россия. Сейчас мы с вами видим предварительно подготовленную обрешетку для демонстрации данного узла. Прежде всего устанавливаем первый элемент яндова, не доводя его как минимум на 70 см до точки окончания яндовы. Уточняем оставшийся размер. Обратите внимание, что внешние бортики элемента яндова имеют разную ширину. Для правильной стыковки узкая часть бортика должна быть обращена в сторону карниза. Отрезаем заготовку для выполнения нижней части яндовы. Обращаем ваше внимание, что яндовы компании Метротайл выполняются без применения гранулата. Это способствует лучшему очищению от грязи, снега и льда. Теперь размечаем нижний край яндовы. Отрезаем нижний край яндовы согласно разметке. Внимание! Использование абразивного режущего инструмента для раскроя черепицы Метротайл не допускается. О том, как раскроить панели и аксессуары, мы рассказываем более подробно в фильме «Чем резать и гнуть» черепицу Метротайл. На расстоянии 10-15 сантиметров от нижнего края делаем надрезы. При помощи зажима жестянщика отгибаем боковые края. Метротайл 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 По средней линии яндовы делаем еще один небольшой надрез. Аккуратно отгибаем нижние края. Аккуратно отгибаем нижние края. Примеряем и отрезаем специальные деревянные клинышки, которые поднимут нижний край яндовы на высоту профиля кровельной панели. Клинышки мы изготовили из деревянных брусков об решетки, запилив их на угол 3-4 градуса. Всего мы использовали 4 клинышка. Два по краям и два в центральной части яндовы. Прикрепляем клинышки саморезами к обрешетке. При этом важно не повредить подкровельную гидроизоляцию. окончательно устанавливаем нижний элемент яндова на получившееся деревянное основание. Следим, чтобы нахлёст между элементами яндова был не менее 15 см. Прикрепляем элементы яндова к обрешетке при помощи кляммеров или гвоздей. С правой и с левой части яндовы устанавливаем универсальный уплотнитель. Уплотнитель имеет самоклеющийся слой и надежно защищает места примыкания от ветра, грязи и дождя. На обрешетку устанавливаем панели метротайл. Край панели, обращенный к яндове, надо предварительно подрезать и отогнуть вниз. Более подробно о том, как это делается, мы расскажем в фильме «Монтаж черепицы метротайл в яндове». Панели фиксируем к обрешетке гвоздями. Теперь размечаем панель, которая будет заводиться под выступающий элемент яндова. Согласно разметке, ножницами делаем надрезы. Для раскроя материала удобно пользоваться ножницами по металлу. Если вы режете правой рукой, используйте ножницы правого реза. Если вы левша, вам будет удобнее применить ножницы левого реза. При выборе ножниц обратите внимание на ножницы пеликаны. Мы пользуемся именно ими во время выполнения всех наших узлов. Ручки у таких ножниц расположены выше режущих лезвий, а сами лезвия похожи на клюв пеликана. Во время резки такими ножницами нет необходимости отгибать металл вверх, что очень удобно. Увеличенная нижняя губка позволяет производить резку листа без деформации обрабатываемого материала. Прежде всего отгибаем вверх ту часть панели, которая будет примыкать к стене слухового окна. зажима жестянщика. Теперь обратите внимание, и это очень важно, при помощи зажима жестянщика мы разгибаем верхнюю часть панели. панели фиксируем к обрешетке гвоздями. Устанавливаем универсальный уплотнитель. Монтаж завершаем установкой бокового примыкания. Техническая служба компании Метротайл Россия благодарит вас за внимание. В случае возникновения затруднений обращайтесь за консультацией к нашим авторизованным дилерам. Вы также можете заказать выезд нашего технического специалиста и шеф-монтаж. Спасибо! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...